В США заявили, каких действий ждут от России для соблюдения ДСТР. В США заявили, каких действий ждут от России для соблюдения ДСТР. 20 часов 07 минут. Знак авторского права. EP Photo slash J. Scott Applewhite file. Госдепартамента США в Вашингтоне. Знак авторского права. EP Photo slash J. Scott Applewhite file. Вашингтон, 16 января РИА Новости. Замго-секретаря США Андреа Томпсон заявила, что на встрече в Женею по ДСТР объяснила замглавы МИД РФ Сергею Рябкову, какие конкретные действия Россия должна предпринять для соблюдения договора. Мы объяснили российским коллегам, что конкретно они должны сделать, чтобы вернуться к соблюдению ДСТР, которое можно было бы проверить, сказала она в ходе телефонного брифинга. 20 часов ровно в США дали России полгода, чтобы доказать выполнение ДСТР по ее словам. Речь идет о проверяемом уничтожении ракеты, к которой у США есть претензии. Госсекретарь США Майк Помпея 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть два месяца, чтобы вернуться к выполнению ДСТР. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДСТР, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9-м 729, ССС-8, или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положение ДСТР. 19 часов 57 минут Россия уже передала США доказательства выполнения ДСТР, заявил Клинцевич, как заявил журналистом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Россия на встрече под ДСТР в Женеве заявила США о готовности пойти на транспарентность в отношении ракеты 9-м 729, но в ответ Вашингтон должен принять во внимание озабоченность РФ, по словам Рябкова, на эту транспарентность Москва готова была бы пойти только при условии встречной открытости США по снятию озабоченности России. Он добавил, что это касается использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением универсальных пусковых установок МК-41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет. 19 часов 55 минут в США допустили разработку запрещенных ДСТР-систем при выходе из договора замминистра подчеркнул, что США оказались не готовы к конкретным разговорам по этим темам и стремились обсуждать только ситуации с ракетой 9-м 729. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что дальность полета ракеты 9-м 729, из-за которой США обвиняют Россию в нарушении ДСТР, на испытаниях не превысило 476 километров, предопустимых 500. Восемь часов 52 минуты Пушков прокомментировал неудачу переговоров России и США по ДСТР в последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора ОРМ. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора с самими американцами. По его словам, обвинение США о нарушении Москвы ДСТР голословно, ракета 9-м 729 была испытана на разрешенную договором дальность.